Продолжение следует... Нашлось время, немножко упорно, потому что после работы я сейчас уже глубокая ночь, но тем не менее ролики сами себя не снимут, поэтому вот нашлось время и наконец продолжаем эту замечательную игру снимать. Ну и соответственно вспоминать, продолжаем управление. Лежит тушь убитого нами монстра, может быть даже не нами, но в любом случае его уже не обычаешь, поэтому идем дальше. Нас с вами ждет инициация, некий обряд посвящения спустя столько долгих-долгих лет жизни изгоем, скажем так, да, за пределами общества с самого рождения, можно сказать, она была изгоем. И вот теперь, наконец-то, если мы пройдем некое испытание, какое мы еще не знаем, но скоро узнаем, то соответственно можем стать частью этого племени, воином, как сказал нам старина Раст. Ну что же, погнали, побежим. Деревня такая очень немаленькая, да? Здрасте. Сам поворачивай. Поворачивай. Расступитесь, в сторону! Воины, расступитесь, пропустите ее! Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем. Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же еще? Идем со мной. Я ждала этого дня очень долго, Элой. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. О других? Посланники из другого племени, Карха. Пришли посмотреть инициацию, а Нора не любит Карха. Карха? Ну, это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим. А пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? И вам не хворать, дорогая бабуля. Это что-то самая бабушка, которая была, помните, на обряде... Как он, не знаю, даже назвать-то его, да? Когда ей дали имя, короче, скажем так. Ей было тогда полгода от рождения. То, что мы видели во вступительном ролике первой серии. Ну, что же, собственно, мы предоставлены сами себе в большой красивой деревне. Давайте не торопясь ее осматривать. Любопытно посмотреть на местный быт. Ну, а наша героиня Илла, как видите, вообще пребывает в некоем шоке. Узнав, что мир-то, оказывается, гораздо больше, чем она могла себе представить, да? Бегая по своей небольшой какой-то вот локации, назовем ее так, да? И охотиться на машин всю жизнь. Оказывается, существуют разные племена и народы. Блин, офигительно, конечно. Давайте погуляем. Давайте просто посмотрим немножко. Можно каждого поприветствовать, но мы пока не будем это делать. Просто понаблюдаем. Ну, ребята, реально тут праздник. Ребята реально отрисают. Тут же готовится хавочка. Тут уже, видимо, что-то приготовленное лежит. Ну, в общем, довольно-таки неплохо и интересно. Ладно. Давайте, атака, пробежимся-таки туда, куда нам нужно. Не терпится узнать, что же за старый друг нас ждет. Собственно, наша миссия в этом и заключается. О, кстати, костерчик надражащий обязательно и заодно сохранится. Кстати, ни разу еще не делал в сохранении вручную. Там, видели, два варианта. Может, было быстрое сохранение и сохранение вручную. Семя быстрое сохранение пользоваться. Но пока что она меня вроде как не подводила, поэтому нормально. Двери закрыты. Ну, мало ли надо было проверить вдруг. Так, и здесь у нас что такое? Давайте посмотрим. Тут какой-то интересный символ. Взаимодействовать. А, можно просто постоять, руки погреть у костра. Пацаны сидят, отвисают. Молодежь, бездельники, тунеядцы. Ладно, погреться, хватит. Пора и честь знать. Ну, допустим. Смотри, кто спрашивает, родной. Ты ведь Элой, да? Я верно запомнил твое имя? Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса. Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаешь. Что ж, это было давно. Я Теп. Ты спасла меня от стада машин, когда была вдвое меньше меня. А, тут самый паренек. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придешь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швецом. Делаю одежду и доспехи. Знаешь, Элой, я подготовил костюм специально для тебя. Вдруг понравится. Да ты чё? Что ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай, это благодарность за твой подвиг. Запоздалая. Ну да, совсем немножко запоздал. Ну что же, вот у нас открылся новый торговец, который нам может продать броню по сходному курсу. И вот, собственно, Воин Нора он может нам дать на халяву, я так полагаю. Сундуки. Коробка с бесплатными образцами. Давайте опять-таки возьмем, у нас уже вторая такая будет коробка получается. И надо как-то их открыть, на самом деле, потому что мы пока ни разу не открывали, еще выкупить ничего не надо. Так, давайте посмотрим. Воин Нора обычный. Облачение Воина Нора, сшитая тэпом и доработанная эллоид. Этот костюм не дает никакой дополнительной защиты, но его можно модифицировать. То есть, сюда можно добавить модификацию, а так, в принципе, просто меняется одежкой. При этом, ничего нам не дает. Далее, смотрим. У нас, в принципе, есть некое количество ресурсов, поэтому, может быть, мы сможем что-то купить еще иное. Знахарь Нора, легкие. До доспехи прошли проверку на прочность в суровых условиях священной земли. Они выстоят под напором любых стихий. Неплохо. Также есть бесшумный охотник. Охотников, облаченных в такую одежду, труднее заметить или услышать. Ну, так, кстати, прикольно. Далее, есть у нас защитница Нора, легкий. Доспех Норы предназначен для воинов из авангарда войска. Металлический нагрудник защищает рукопашных атак. И бесшумный охотник. Средний доспех, уже смотрите. То есть, там у нас были легкие все, а это получается средний, редкий при том предмет. Охотников, облаченных в такую одежду, труднее заметить или услышать. Очень круто. Но нам не хватает ни осколков, ни линз Рыскаря. Мы, кстати, можем что-нибудь продать. Я, кстати, почитал ваши комментики. Спасибо большое, что вы их оставляете. Очень любопытные вещи люди пишут. Например, помните, мы продавали всякие разные вещи, которые было написано, что они, в принципе, только для продажи нужны. Например, линз Рыскаря, к примеру. Так вот, написал чувачок, что нужно остроить хотя бы по одному такому предмету, потому что некоторых торговцев за эти предметы можно купить реально редкие крутые шмотки или какие-то там оружия различные. Поэтому будем теперь иметь в виду. Ну что ж, на продажу у нас ничего нету, потому что там все это нужно будет для изготовления предметов и боеприпасов. Так что давайте смотреть из того, что мы имеем. Нам, в принципе, хватает на вот такой вот костюм. Он у нас бесшумный тоже. В принципе, какая-то только не средний, а легкий. Выглядит, конечно, это поинтереснее, но что ж поделать. Так, и что он при этом дает? Эффекты. 25 бесшумности, да, получается. Тоже можно модифицировать его. А что такое вот слева 50 плюс... Ну плюс это, видимо, модификация, да, то, что можно поставить. Хотя, не факт, вот видите, какие-то шестеренки нарисованы. А, нет, это цена его, 50 осколков и плюс что-то еще. Что-то еще это огнежар получается, 3 штуки. У нас их 20 имеется, понял. Ладно, давай сестра приобретем такой, наверное, пожалуй. Хотя нам просто необходимо вот этот пассерот одет, поэтому давайте сначала начнем с него. Прекрасно. Надеть, да. Ну, а теперь, наверное, ничего не мешает нам ТЭП, собственно, приобрести и одеть его. Выбрать, да, и сразу надеть. Великолепно. Все, выходим. Как будет время, примеришь. Спасибо, ТЭП. У меня никогда такого не было. Ну, а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирс. Дом ты сразу узнаешь. Большой такой, деревянный, снаружи злобная толпа. Тирса говорила про посланников из другого племени. Да, это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова. Ну что ж, старина Тепп, спасибо тебе большое нас с вами за экскурсы и за одежку тоже. На самом деле, отдельный респект. Приятно было с тобой пообщаться. Интересный ты юноша. Ну, я рад, что ты нашел себя. Раз не получилось в охоте, по крайней мере, получилось в швейном дереве. Ну, какой шмот шьешь. Интересный. Давайте попробуем с ним еще пообщаться. Может быть, что-то еще он сможет нам интересного сказать. Привет, привет. Чего ищешь? Нет, видите, он только теперь торгует. Ну что ж. Да-да-да, я тебе не хворать. Ну что ж, в таком случае пойдем дальше. Ну, по крайней мере, одежку мы переодели. И нас с вами это не может не радовать. Одежка выглядит реально прикольно. Деревень тоже выглядит очень прикольно. Охотно нас с вами по ней побегать. Но я думаю, что у нас еще будет время на это и возможности. Поэтому давайте пойдем дальше. Здесь тоже можно взаимодействовать. Давайте посидим, посмотрим представление. Ну, я бы не сказал, что купил их альбом бы, но, в принципе, послушать можно немножко. Ну, пожалуй, это немножко и хватит. Давайте пойдем дальше. А то уши уже начинают немножко от них болеть. Так, здесь, видимо, просто погреться можно. Ну, давайте погреем руки. Холодно на улице сегодня нынче. Денек удался морозный. Ладно, дом-то, говорит, сразу узнаешь. Мало того, что напился, теперь еще и по домам лазаем. А что? Нельзя уже на чужую крышу залезть. Забавно. Спорим, грохнется, нет? Ну-ка, слезай. Давайте посмотрим чуть-чуть. Да, ты только-то выждешь, так, когда я шею сверну. Я жду, когда ты слезешь. И то, верно, хочешь, я его сниму по-быстрому. И то, верно, хочешь, я его сниму по-быстрому. Так, от греха подальше. Забавный, конечно, пассажир. Блин, жалко, я думаю, грохнется, в конце концов. Хотя, может... Моро все-таки и грохнется? Да нет, видимо, диалоги уже начнут повторяться. Мне кажется, что вообще всех что-то такое он уже произносил, поэтому... Ладно, пойдем дальше. Дома ты, говорит, сразу узнаешь, там впереди будет большая, говорит, шумная толпа. Вы будете повторять мои слова, когда меня не встанет. Так, тут какая-то лекция интересная, давайте послушаем. Великая мать родила все живое. Люди, машины, звери, все это ее дети. Они мирно жили бок о бок в ее теплых объятиях. Но появились недовольные. Им было мало ее дорог. Им хотелось большего. То были безбожники. Машины посулили, что станут им служить. Что подарят им новый мир, лучше того, который сотворила великая мать. Мир из железа. Не обещали безбожникам, что будут делать за них все. Кормить их, упругать их. Они сулили им легкую жизнь. Изобили. И безбожники ушли вслед за машиной. Только истинные дети, матери и отцы. Ладно, в общем-то, я понял вашу лекцию. Дама не сказала бы, что я с ней согласен. Кстати, что это такое? Тут можно залутать что-то. Надеюсь, никто не против. Вроде нет. Это ж типа не считается в Ростовом, интересно? Ну, раз не ягодится, значит, наверное, не считается. Да и символ был, наверное, не красный, а белый. Представляете, сколько лет прошло с тех пор, как, видимо, была какая-то Третья мировая война. Все-таки потому, что человечество опустилось до вот такого уровня развития. То есть, все-таки, если, конечно, это не альтернативная вселенная. Потому что до сих пор пока что не особо понятно, по середине что происходит. То ли все-таки реально была большая полноценная цивилизация нормальная. То есть, современный мир. Потом, собственно, случилась Третья мировая война. Она старалась стать машиной. А люди опустились до первобытного строя. То есть, реально потеряли власть над всеми технологиями, да? Абсолютно над всеми. И с тех пор прошло много-много столетий. Потому что люди реально забыли и рассказывают такие вот небылицы и сказки. Либо все-таки это реально какая-то альтернативная вселенная. И здесь, собственно, совершенно по-другому развивалась история человечества. Не совсем понятно. О, торговец. Даров родной. Те же, наверное, нельзя торговать в деревне, по идее. Или ты просто пообщаться хочешь? Карст? Что ты тут делаешь? Тихо. Мы с тобой незнакомые. Мне же нельзя торговать с изгоями. Ты, честно, не забыла? Так вот и я о том же. Как я могла. И как мило, что ты со мной говоришь. Ну, не надо так. Ты же знаешь, я буду завтра за тебя болеть. И полюбуюсь на их рожи после твоей победы. Если тебе что-то еще нужно из припасов, обращайся. Ну, да, посмотрим. Только сначала давай спросим, зачем он сюда явился. Ты в сердце матери? Думала, ты сюда не ходишь. Человек не может все время пить в одиночестве. Честно говоря, мне иногда не хватает общения. Вот, признался. Уж не суди строго. Не буду, если сделаешь скидку. Да ты совсем? Я шучу, Карст. Рада встрече. Давай без этого. Хотя скидочка бы не помешала. Знаешь, родной, все-таки не первый день знакомый. Мог бы и сделать по старой дружбе. Ну, приступим. Давай посмотрим. Так, продавать мы тебя по-прежнему ничего не будем. Давай посмотрим, что можно у тебя купить, соответственно. У нас нет прощи по-прежнему. Может было бы, конечно, купить прощу. Но надо ставить вместо чего-то. А я пока не очень хочу. К тому же я бы лучше вот такую бы взял. Высокоточный лук мы уже имеем. Боевой мы не хотим. Нитемет у нас есть? Или у нас канатомет? Так, подожди. Позволяет остроять ловушки, которые взрываются, когда цель задевает натянутую между двумя креплениями нить. А это? А, так у нас и то, и другое же есть. У нас есть и канатомет, и нитемет. Я все забыл, да, как видите. Ну, ладно. Транера тут, в принципе, ничего не нужно. Одежда, понятно. Ресурсы. Ловушки и зелья. Вот сундуки. У него еще один бесплатный образец есть. Замечательно. Я с удовольствием. Ты будешь воином, когда мы увидимся. А то как же, конечно, буду. И давай посмотрим теперь, наконец, что это такое за сундук с бесплатными образцами и с чем его вообще едят. Как это вообще делается? Так, из изготовления, наверное, предмета, да, где-то, наверное, здесь. Сундуки. Отлично, у нас реально до хрена сундуков. Коробка с внушительной наградой, обычной. Чтобы узнать, что в этой коробке, нужно открыть коробку с однообразными предметами. Ну, давай. Металлические осколки, морозильная вода какая-то и искровой разрядник. Естественно, берем все. Далее. Бесплатные образцы. Огнежар, комплект быстрого перемещения. Отлично. И нестабильная ловушка с взрывчаткой. Тоже берем все, соответственно. Коробка с щедрой наградой. Откуда у меня эти коробки? Хрен его поймет. Ну, эти, ладно, три мы взяли у торговцев разных. Откуда ты идешь с вопросом? Я не знаю. Металлические осколки, металлический ссот, огнежар и комплект быстрого перемещения. Две штуки. Великолепно. Забираем. И еще пару бесплатных образцов открываем. Поехали. Первый. Огнежар, комплект быстрого перемещения и укрепляющее зелье. Так, еще огнежар, еще комплект быстрого перемещения и зелье защиты от холода. Да нифига. Вот это крутяк. Наверное. Ну что же, неплохо. Мы на самом деле реально дофига всего получили. И прикольно, что в игре такие штуки в принципе имеются. Что они как бы не обязательно, но тем не менее забавно. Кто любит всякие там, знаете, открытия кейсов. Тому, мне кажется, будет норма. Так, давайте заготовим пока себе боеприпасов различных. У нас тут максимум, тут тоже максимум. Далее, предметы, ресурсы. Тут все понятно. Навыки. Сколько у нас очков? У нас одно очко, мы купим два, чтобы посмотреть вторую ветку. Потому что здесь в принципе первую ветку мы что хотели уже в принципе изучили. Ладно, тогда погнали дальше. Вот, кажется, дом матери. Скоро мы благословим инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже два года держится мир между нами и Канфан. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир. Какой мир? Выражение благодарности записано по Кролю Солнца Албатой. Умите, 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 умите! Эй, эй, не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азерам, не Карха. Так что скажу прямо. Прежний Король Солнца был редко мерзой. Правда? Этот Изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но Тринадцатый Король убит. Уж два года как. Кто его убил? Четырнадцатый. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привез бедный жрец, это извинение. Из уст четырнадцатого короля. Пожалуйста. Но дайте ему сказать. Спасибо. Выражение благодарности, напишенное рукой короля Солнца Авбада, его светозарности, четырнадцатого монарха... Ух ты, у чувака тоже сканер, что ли, получается? Интересно. Я думаю, один такой особенный. А оказывается, нет. Давайте пока посканируем пацанов, посмотрим, что пишут. Человек Тирса. Человек Эрэнд. Ирид. И Джеза. Ну что ж, теперь мы, собственно, знаем, как это зовут. Обнаружено неизвестное устройство. Это что такое? Возможно, визор или и другое персональное устройство, подкрученное к защищенной сети. Мне кархо не помешает. Мне он визор, такой же, как у меня. Здорово. Взял визор. Ладно, можно приступить пообщаться-то, наконец? Как-то визор. Такой же, как у меня. Визор не вырубался, что-то залагал, и кнопка, подожди. А, я так я не ту кнопку нажимал, потому что... Как у нас? Ага, все, вспомнил. Окей, ладно. Олин. Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. А я не из племени. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Расшаришься в руинах Железного мира. Что с тобой? Извини. Просто смс-ка пришла. Олин, уже с местными знакомишься? Я сейчас приду. Стой. Нет. Все потом. Идти надо. О, похмелье у него сильнее, чем я думал. Эй, у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся. Тебе она идет. Ну что же, ладно, давай с тобой пообщаемся, познакомимся. Вот это речь. Речь на самом деле интересная толкнула. Мне понравилось прям. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами. Но ты всех угомонил. Ну да. Сам этому удивился. Нора до сих пор злый на Карха из-за красных набегов. И неудивительно. Нора, Карха, красные набеги. Да, реально вселенная она с вами очень большая и интересная. Нам предстоит еще ее познать во всей ее красе. И пока что, блин, вот прям очень напоминает Ведьмака 3. Я вот очень не хотел сравнивать с этой игрой. Да, держался до последнего. Хотя он же как-то однажды в одной серии упомянул. Да, сравнение небольшое вскользь. Но, блин, реально очень напоминает. Да, другой сеттинг. Да, другой геймплей. Да, совершенно иная история. Совершенно не об этом. Но, блин, так похоже. Ладно, давайте вопросы. Я еще хочу спросить. Пожалуйста. Но, может, лучше мы с тобой поговорим после этого вашего благословения? А если я не выживу? Я никогда не слышала про красные набеги. Что это? Твое племя воевало, и ты даже не слышала? Ты что, в пещере жила? Родители совсем из дома не выпускали? Я росла изгоем. Со мной не общались. Да. У Нора есть такой обычай. По-моему, это жестоко. Но ты ведь знаешь про помешательство машин, что они с каждым годом все опаснее. Безумный король решил принести много кровавых жертв, чтобы солнце усмирило машины. Не помогло. Идиот. В поисках жертв карха делали набеги на соседей и уводили людей, как мою сестру. Нора храбро сражались, но погибли многие. Да, офигеть. Реально безумный король. Представляете, да? То есть, просто погубить огромное количество людей, ничего не повинных из разных племен, ради того, чтобы машины перестали, собственно, нападать на людей, да? Чтобы они, ну, короче, помиловали их. Но это просто такой бред. Почему набеги прекратились? Хотя я и так знаю, потому что короля убили. Сын безумного короля объединил повстанцев Карха и озерамских вольных бойцов. И мы совершили невозможное. Захватили Меридиан и убили короля. Теперь правит его сын, и жить стало намного лучше. Ават навсегда отменил рабство и жертвоприношение. Теперь племена в Меридиане рады всем гостям, даже изгоям Нора. Тебе надо там побывать. Может быть. Кто такие озерам? Это мое племя. Мы живем на северо-западе. Хорошо умеем три вещи. Делать сталь, варить брагу и спорить. А кто такие эти вольные? Можно сказать, мы были наемниками. Воевали за деньги. Но все-таки кому попало, не продавались. Ават не смог бы победить отца, если бы не наша помощь. А теперь некоторые из нас служат в его личном авангарде. Твою сестру забрали и принесли в жертву. Это ужасно. Забрали, да. Но дальше она им устроила. Мою Эрзу не так просто прирезать. Она сбежала. И теперь она мой капитан. Капитан всего авангарда. Сам король солнца восхищается. Как она спаслась? Это целая история. Но долго рассказывать. Может в другой раз за стаканчиком. Или приходи в меридиан. Познакомишься с нею. Вы с ней поладите. Вы обе дамы прямые. Ну что ж, заглянул при встрече. Интересно, конечно, любопытно, да? Какой начало такой, типа... И мою, говорит, сестру родную тоже увелебленную. Я такой аж загрустнул. Думаю, блин, бедолага. А сестру там зарезали, убили, принесли в жертву. А оказывается, она сбежала. И с ней все в порядке. Она теперь капитан его отряда. Все нормально. Ну и замечательное помешательство. Ты сказал, машины с каждым годом становятся опаснее. Да, ты и без меня это знаешь. Впервые слышу. О, извини, я просто думал, все это знают. Говорят, еще лет 15-20 назад машины не были такими злобными, как сейчас. При виде охотника они пугались и убегали. Так что охота была делом трудным, но не опасным. Если только не лезть им под ноги, конечно. А потом началось это помешательство, и все изменилось. Стоило охотнику пустить стрелу, и машина сама на него бросалась. Еще через пару лет машины начали атаковать сами. Путешествовать стало очень опасно. И больше того, начали появляться новые виды машин. Большие, свирепые и вооруженные. Как, пила зуб? Да, 10 лет назад он. Но через каждые пару лет объявляется новая тварь. Еще страшнее. Так из-за чего это все? Никто не знает. А машина тебе не расскажет. Да уж, нифига себе. Любопытно. Любопытная хурма получается. Пока что реально очень много вопросов и очень мало ответов. Но я думаю, что игра длинная, и нам, собственно, все потихонечку расскажет. Только убедительная просьба, друзья, к вам. Пожалуйста, не спойлерите в комментариях, иначе будете забанены на пожизненный срок. Потому что я игру прохожу впервые, и мне интересно смогу познать сюжет именно из игры, а не из спойлеров в комментариях. Карха, что ты мне расскажешь про Карху? Если у Карха такая мрачная история, почему ты им служишь? Старый король был настоящий изверг. А новый хочет мира. Что в этом мрачного? И Карха не только воины, они и строители. Тот же Меридиан. Рядом с ним любой город, просто груда камней и палок. А Меридиан большой? Какой он? С чего начать? Мои соплеменники и мастера кузнечного дела. Лучшие оружейники в мире. Но по части строительства... Тут нам с Карха не сравнится. Город парит над каньоном. Мостов там больше, чем дорог у Нора. А дома высотой с гору. А на другом конце долины шпиль. Как вознесенный в небо клинок, сияющий на солнце. Ты должна сама это увидеть. Считай это вызовом. Или приглашением. Любопытно, да. Реально любопытно. Я бы сходил слушать. Интересно, почему помешательство не отметилось серым? Видите, все серое, а это почему-то светлое все еще. Хотя мы же спрашивали уже. Давайте еще раз спросим. Тогда молния уже что-то новое скажет, быть может. Расскажи про помешательство. Говорят, еще лет пятнадцать-двадцать при виде... Нет, то же самое. А потом стоил еще и боль. Как? Да, дедник. Никто не... Ладно, назад. Я хочу тебя спросить кое о чем. Спрашивай. Красивые доспехи. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные. Настолько, что пила зуб подавится. Авангард. Это лучшие воины короля солнца. Мы все душегубы и победители машин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Расскажи мне об Олене. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Ну, он шарит по руинам, выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы пару лет. Он верный товарищ. Любит семью. С ним можно выпить. Он мне по душе. А больше и сказать ничего. Ну что же, в принципе, больше не надо. Спасибо тебе, родной. Мне пора на церемонию. Мне пора на благословение. Да. Слушай, может мне не стоит это говорить? Но я вижу, тебе не место в этом захолустье. Ты же умная. Ты хороший боец. Ну и вообще. Посмотри на себя. А ты о чем вообще? Ты знаешь о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу. Представлю, кому надо. Сможешь начать новую жизнь. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся? Да? Да, вполне, может быть, еще увидимся. Хороший ты парень. Хотя, конечно, яйца катишь чересчур открыто прям. Мне это не очень нравится. Но, тем не менее, парень вроде неплохой. И Промедиан сказал, прям заинтересовал. Так что на самом деле увидимся обязательно. Но и там-то я тебя про твои связи спрошу. Уж будь любезен. Познакомишь меня с кузнецами местными, со всеми остальными. Ну что же, о благословении, собственно, или же инициации, как она правильно называется, скорее всего, мы займемся уже, к сожалению, в следующей серии. Потому что как-то не печально, но с вами пора прощаться. Спасибо вам большое за просмотр. Искренне надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте про комментарии. Ну а для вас, как всегда, играла комментировала Валда. Это была игра Horizon Zero Dawn на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.